вот самая неприятная в этих работах то что вокруг паука так вот такие вот как маленькие маленькие вмятины образовываются по пауку внутри паука снаружи но я потом покажу сейчас собственно нарисую это дело вот он паук и вокруг него и вот с этой стороны образуется когда вот бьет сюда ступенька и там тоже потому что здесь жесткое место и по площади на детали очень прилично получается километраж такой и вот их все время приходится нянчить 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 и нянчить вот хочешь ты того или нет вот кругом вот это вот вся сказать красота вот она на теплом видно и вот его нянчишь в эту сторону капот потом переходишь вот в эту сторону нянчишь потом вот отсюда потом вот так и с каждым разом все лучше и лучше а в итоге вот смотришь и кругом вот это безобразие вот и на это вот уходит масса времени вот даже по линии видно пляшет вот плюс еще вот здесь вот и жесткости куда не доберешься особо и вот приходится выеживаться вот такие вот красоты тут конечно кроме града еще и от камней было вот в этом месте видно здесь камушки у нас залетали вот кое-где есть выбоинки ну то мелочи вот так вот кто как с этим борется подскажите я с этим борюсь иногда клеем иногда крючками вообщем когда привет youtube привет еще одно небольшое так сказать предисловие хочу вот по поводу вот этого приборчика все уже как говорится видели мои видео смотрели их не раз вот так сказать учебно-тренировочный капот на котором искать хотелось бы некоторые моменты прояснить вот о чем идет речь в этом видео значит все уже поняли что сам инструмент любой какой возьми также в том числе и вот это вот красота вот сама она не работает им надо уметь еще одно сразу пояснение почему он так вот приклеенный почему потому что я стучу пробойниками молотками и вот эта красота хоть она и на резинке но она может убежать поэтому я видел у ребят они уже падали как бы общаемся поэтому чтобы за этим особо не следить я взял его и вот так вот слегка при спилил я думаю в таком варианте он не особо у меня убегать будет вот чтобы не заниматься этой ерундой к сожалению некому мне все это поснимать вот но вопрос такой что значит у нас есть внутри паук вот по полку вот поэтому очень часто бывают заломы и внутри и снаружи и с ними работать не всегда удобно вот продолжим я так сказать изложу свою идею вот допустим капот вот паук здесь он у нас там приклеен вот шовная мастика или кто чем как называет вот мы и срезаем и работаем и бывает что вот вот это тут место допустим где прилегает ударяет вот сюда вот градино и металл у нас вот так деформируется вот естественно из вот этого порога пытаешься его разбивать вот сглаживать и прочее вот тянуть крючками клеем ну и не всегда очень хорошо получается но я вот тут немножко поднаторил во владении молотками и вот эти вещи я пытаюсь разбивать но но вот так по пауку допустим как он идет вот все равно встречается как говорится артефакты вот еще не до дела но я же я тут тренирую сейчас на нем на этом капоте и остается вот такие вот как бы сейчас покажу папа куку остаются вот ложбинки в этих местах и так и так как угодно вот и практически по всему пауку вот в данном случае по вот этому капоту по багажнику который сзади стоял на этой машине вся это как говорится неприятная история развивалась поэтому пришлось работать как бы намного больше вот сейчас попытаюсь снять но как говорится не судите строго ситуация в том что снимать я могу сам вот и работать тоже сам сейчас воспламеним этот аппарат настроюсь попытаюсь поснимать попытаюсь вот такие вот заломы маленькие мягенькие которые я это самое попытаюсь ими поднимать а еще один момент скажу значит не думайте я этот аппарат себе не купил я просто у меня есть товарищ хороший у него их так сказать он там вдвоем они работают у него и два штуки вот ну и я взял на выходные поиграться это как бы нормально пока что я не созрел за такую цену покупать такую игрушку вот а вот поиграться я не против буду играться и вам показывать делиться чем у меня был сказать ну что сказать в общем ситуация какая даже небольшие как бы вмятинки да он просто-напросто вспучивает металл как это уже на многих роликах было видно вот и дальше надо там пробивать поднимать кто как вот вот нажали вот металл пошел вот вверх вот спухает вот и не более того если брать вот там как я сейчас у меня по оставались вот такие маленькие такие заломчики плавные плавные я их показывал вот да на этом месте немножко она включивается вот и и что и потом при остывании практически на то же самое место остывает да можно вот такие вещи брать вот тут шишкарь такой вот 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 это все пооставлял чтобы снимать я на не буду тренироваться вот их просто можно брать и после этого разбивать вот там складки какие-то вот вулканы вот такие их можно подразбивать нагреть только опять же скажу вам аккуратно надо иначе можно накосячить так дружище наводить вот пытаюсь навестись вот у нас интересующее меня место вот такая вот фигня целлюлит это место находится как раз вот под выступом паука вот такой выступ квадратнистый под ним и получилось что он такой вот он пожеванный желательно об это все под разбить и вытащить берем обрабатывать эту красоту хорошо снять надо постараться вот смотрим в принципе я им нагревал разбивал разбил вот такую мятинку там были такие как бы складочки на них металл поднимается но тем не менее мы видим что мятинка как там было так она и осталась вот я пробовал крестиком и ноликом вот но вмятинка есть вот единственное что я достаточно быстро при нагреве сумела разбить вот эти складочки такие небольшие накольчики которые были такие как зернышки торчали вот сейчас это все под разбилась ну что жут вот такая вот получилась красота складочки подразумевались конечно же вот но чтобы вытащить вмятину это он так сказать у меня не получилось и вот я ее вижу она как было так и есть мятинка так что вот в гостях у нас чудо-юдо аппарат ты ход бокс фамилия у него htr 02 но это тот же самый ход бокс который продает у нас взял я его не купил себе вот а взял я его поиграться вот есть у нас капотик на чем можно поиграться и попытаюсь вот и поднимать какие-то маленькие мятинки вмятинки заломчики вот то есть поиграться уже сам на сам с ним посмотреть чё и как будет капот этот делался долго нудно скучно и проблемка осталась в нем вот такая на мой взгляд в принципе уже как бы основное сделано проблема такова что вот у нас есть во-первых по доступу здесь вот зазору такой что в принципе можно залезть а здесь скучно но не это вот на вот этих вот пауках на этих вещах по происходили по отбивалась по этим паукам все тут на нем рад был страшный металл тут слабенький и поэтому его избила и сполосовала как бог черепаху наружная панель вот у нас такие пауки идут усилители здесь они там у нас приклеены на шовную мастику на герметик кто как говорит и вот в эти места когда бьет градина получается вот таким уступом я их тут пытался разбивать поднимать вынимать не очень удачно не очень красиво и естественно приходится я вот так разбиваю долго скучно выравниваю но решил поиграться вот таким прибором взял человека до этом денек другой третий четвертый пятый сучу с ним поиграться и посмотреть чем может чего не может к сожалению я пытался тут и снимать и работать скажу честно не получается во первых надо чтобы освещение как бы нормально было да и и еще уметь снять с нужного ракурса там так или сяк ну нихрена не получается также прошу меня простить вот я просто выскажу потом свое мнение получилось не получилось что получилось как получилось буду стараться аккуратно потому что капот этот живой машины вот и его как бы будет жалко если его при полю или что-нибудь на нем на косячу вот как бы уже хозяин увидел что все нормально но я сказал что я хочу вот чудо-юдо волшебным прибором поделать во всяком случае хуже не будет может быть только не там но что-то я поправлю еще из того что тут можно поправить так вот еще предвидя вопросы чего вот это такое у ребят уже несмотря на то что он тут вот на резинках на мягких когда ты работаешь это одно а когда вот начинаешь пробивать вот всем это на магнитах чтобы убивала и не зря потому что падает туда куда не надо и отказать ты колотишь долго нудно этот приборчик может упасть хотя на нем куча защиты тут и прочего но нехорошо он все-таки маленький и в общем-то тяжеленький и в общем-то немножко дорогой поэтому если он упадет и побьется разобьется будет ну нехорошо вот поэтому поэтому вот в итоге к сожалению снять я еще раз повторю пытался тут кучу я позапортил так сказать пленки шучу памяти в телефоне но ничего не получилось своими просто впечатлениями потом поделюсь расскажу по ну и еще раз попытаюсь может быть снять но не особо это получу пытаясь я сейчас вот это вот вот эти складочки разгладить расправить помощью наш это вот нет аппарата вот она складка есть тоже вот она попробую поднять они разбиты достаточно они маленькие и плавненькие так вот же но помоги мне попытайся в них настроить а я попытаюсь их там дрынь 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 видно вот она складка одна вот она 2 любила вроде бы видно вот проходим конечно видно что все вспухло я с подождем пока сядет здесь уже можно было по этим дрынь дрынь пробить опять же сейчас ждем пока все это дело остынет и вот я опять подостыла я опять беру и аккуратно провожу здесь и здесь по лоббинка металл вспух вот и опять он остывает и осаживается пока что судить под него не кайфла в камеру его не поднял да ну пока она грелась подняла конечно попробуем сейчас вот теперь поперек хорош потому что спалить легко а потом уже ничего не сделать опять же все поднялось ложбинки уменьшились даже бугорки появились но как было так сказать принципе я смотрю остывает да он еще металл горячий не остыл то же самое у меня вот здесь от видно это я уже отвлекся чуть-чуть тоже ложбинка плавно и ничего даже вот ложбинка так и поднялась я вижу то есть особо то чем я так скачу меня получилось вот и что мне помогает это брат какие-то вот такие вот где складками металла где какими-то неровностями вот неприятностями брат и потом нагрел эту шишку брать и это разбивать тогда да еще раз повторю разбито очень-очень плавно и тут грубо говоря не поднимает а вот целлюлит складки до при помощи него греешь пробиваешь пробиваешь разглаживаешь это там столько сколько надо раз повторяешь и разглаживать противные какие-то складки узлы там и прочее это то что я пытался сейчас вот эти маленькие складочки я точно так живу вот такой вот этой красотой сейчас потихоньку посидеть выклеится и на минимальном так сказать опять же провожу пробил опять же видно ну так себе вот я по самую глубоко сейчас дры дрым вот из ложбинки теперь вот здоровый шишак у нас образовался в камеру вы практически просто гладите капот ну понятно ни хрена ничего не видно это еще надо уместить ну короче надо глубокие ямки вот но опять же и металл делу джентра как бы кто с ним связывался те знаю что это за металл и как с ним воевать не такой легкий в ремонте этот металл что сказать во первых особо снять не получается вот складка видно да вот вот тоже складка видно и как-то не получается но опять же и я не стал там что-то мудрить с настройками и прочее вот в этих вещах но может быть на каких-то других настроечках там что-то что-то но вот такие вещи это как раз вот на пауках металл вот такими заломами там и прочим по паукам и пошел вот к сожалению ну может быть может быть я очень даже допускаю но взял вот такую ковырялку свою я не хочу нахваливать я буквально за минуту вот видно да вот выковырнул где-то 50 процентов по длине вот эту вот хреновину опять же сейчас взял крючок я ее спокойно сделаю я думал что вот так плавно я взял под разбился с по подниму там или какие-то места вот у меня во всяком случае это не получилось ну я об этом честно говорю кто прибором владеет ну снимите покажите потому что на видео часто снимают показывают что вот раз и вмятина нет но у меня так не получилось во всяком случае я конечно еще возьму попробую какой-нибудь капот который можно будет и пожечь там и прочее над ним по издеваться даже скажем так ну капот дверь неважно деталь какую-то возьму а вот пока что вот видно мы видим мы да вот здесь я это могу сделать только крючком прибором у меня не получается не вот это вот делать не вот эти вот желобки еще раз повторюсь вот все вот это вот у меня вот так вот под пауками все эти желобки когда бьет от металла либо здесь либо вот в центр паука бьет тоже вот на вот этих уступах мне как бы не очень это нравится поэтому я решил взять этот волшебный прибор но чё-то пока не как ну может завтра послезавтра чё-то начнёт посмотрим без самой все было и чувствовала при помощи вот этого говоря ковырялки вот этого ну естественно самого пробойника конечно тут видно херовенько если не сказать совсем хреново ну вот она вторая такая же фигня вот такие вот все складочки несмотря на то что обрезанные пауки все вот все равно получается и по ней бьешь вот несмотря на то что она прогинается как бы а все равно она не забивается так как вот надо и поэтому образуются вот такие вот переливы перепады ну буду делать я их с помощью инструментов в конце концов вот привет youtube привет вот очередное так сказать исполнение пожеланий моих подписчиков я тут он и печку чищу и капота ремонтирую и будем тестировать ход бокс вот такой красивый с москвы присланы вот почему привязаны потому что потому дело в том что ребята уже рассказывали что когда начинаешь подстукивать простукивать он начинает потихоньку там значит дрынь 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 и может упасть хотя несмотря на то что тут защита есть но скажем так у него цена не маленькая вот сам-то он маленький на цена у него не маленькая поэтому если он упадет и чего-нибудь ему там будет это будет нехорошо ну ладно включаем его в сеть вот ставим по нулям включаем в сеть вот шнурик кстати тут молодцы ребята сделали приличной длины чтоб везде можно было достать вот берем берем включаем в сеть о заезжало охлаждение вот он вот он у нас выключен ставим его на вот такую фигню бесконечность то есть сколько ты держишь вот на эту кнопочку столько он и будет у нас дрынь о уже видно поднял вот ну это как говорится первые шаги вот плавно оно остывает и плавно уменьшается вот будем разбивать вот такие шишечки вот ну и самое главное у меня тут куча всяких пожеванных вмятинок вот на нем особо они конечно как вот в лампе вот где-то играют но опять же вот шиши шишмарик надо вот присадить а в основном конечно такие пожеванные вмятинки по оставались вот на улице то уже особо этого не видно ну вот в лампе они видны хорошо и я хочу с ними повоевать при помощи вот такого прибора посмотреть что он может что он не может ну и так далее что я могу что я не могу потому что в принципе скажем так техника в руках дикаря сами знаете кусок металла ну вот потихоньку сейчас начнем осваивать приборчик ну что же вот так я присочинил еще вот такую вот как бы еще дополнительная сеточку вот в которой легче дефектовать вот и что могу сказать особо тут конечно не разгонишься потому что опыта нет почувствовать сразу за пять минут невозможно тем более вот как видно я особо и снять не могу вот ну тут плавные мелкие дефекты такие вот как бы волны вокруг вот этих вот пауку вот здесь тоже какие-то небольшие неровности паук у меня конечно же отрезанные полностью на капоте потом я эту шовную мастику буду восстанавливать вот пытаюсь сделать потише чтобы снять вот тут по оставались такие неровности плавные вот это только можно вот в этом экранчике там что-то увидеть вот вот такие вот вещи вот а к сожалению снять как на самом деле тут не могу ну что могу сказать пока что могу сказать следующее вот 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 допустим вот у меня вот в этом месте там шишка да бугорочек я так дрынь 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 как бы к нему или крест на крест в общем кто как крестиком ноликом вышивает вопрос не в этом вот нагреваешь там немножечко не подождал там ну пять секунд допустим и потом начинаешь плавно разбивать шишечки там какие-то накольчики какие-то там ну скажем складочки небольшие в принципе капот то сделан уже нормально вот осталась вот такая мелочевка и вот на ней я решил попробовать чему-то научиться вот понятно что ни за три ни за пять минут ни за день ни за два работать с этим прибором не научишься это надо с ним позаниматься ну приличное время поэкспериментировать на разных вмятинах на разных металлах ну дело в том что как бы быстро так не научишься чтоб взял полчаса поработал и потом вперед из песней оставил молоток и пробойник а вот этот инструмент весь грубо говоря надо все выкинуть нафиг останется только вот это вот молоток и пробойник и все и больше мне ничего не надо вот такого не бывает я с ребятами общался что те кто работает уже давно там ну как минимум уже по году кто-то может больше ну в основном конечно примерно год назад они так появились у нас эти приборы хотя до этого были тоже они но они были по цене скажем так очень дорогой и сейчас он не дешевый этот хотбокс как бы ну уже цена тогда было и по 300 по моему тысяч и по 200 тысяч эти аналогичные аппараты индукционного нагревания так что вот так вот и вот и вот вот потихонечку я пытаюсь пытаюсь научиться им работать вот так то особо вот допустим я снимаю особо ничего тут сильно не увидишь вот даже вот так уже капот более-менее ровный ну в лампе глазом я эти дефекты вижу маленькие складочки маленькие ямочки в общем ну и буду пытаться как говорится потихонечку это дело осваивать вот 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 и вот ну капот как бы учебно-тренировочный но не совсем это капот с машины и будет ставиться на машину поэтому сейчас взять молоток его побить и на нем начать учиться выравнивать вмятины я естественно не могу поэтому сорри вот пока такая маленькая зарисовочка вот у нас есть вмятинка это продолжаем мы эксперименты вот у нас есть вмятинка вот она блин как же снимать хочется снять чтобы видно да вот она наша вмятина ну вот она вот попытаемся ее приподнять чуть-чуть надо сделать чтобы и видно было и мне видно куда я лезу вот вот получилось шишечка дрым вот дадим ей остыть дабы не спалить вот она шишка такая была до этого вмятинка но самое что интересно вот он начинает остывать и такая же у нас остается вот она вот то есть что для того чтобы нам ее победить вот сейчас немножко почетче выделилась тут как бы вот вмятина а за ней шишка вот она видна значит что делаем сейчас греем опять эту шишку разбиваем и потом посмотрим что будет дальше к сожалению снимаю я сам на сам и вариант такой что вариантов нету надо и работать и снимать так не получается у меня еще раз повторюсь так резкость наводить автофокус портачить немножко вот она вмятина значит вот за ней была шишечка здесь чуть дальше буквально что я ее нагрел осадил и теперь осталась только ямочка у нас вот теперь попробуем эту ямочку приподнять вот она наше место опять же смотрим что у нас получилось я не стал пробивать дал ей просто остыть яма практически не видно зато очень хорошо видна шишка ну или богу вот чтобы его видно было вот вмятинка как бы вот здесь она присутствует вот играется но уже не так заметно зато еще раз повторюсь хорошо видна шишка которая рядом значит что надо попытаться эту шишку переместить вот сюда в ямку то есть лишний металл попытаться как бы подгорнуть сюда ну получится не получится не знаю сейчас прогрею шишечку и начну ее пробивать вот оно место для ориентира получилось что теперь уже тут шишмаря нету тут мы видим вот она вмятинка у нас я извиняюсь за съемку тут и снять надо как хотелось бы и и показать чего-то вот осталась у нас вмятинка и визуально она тоже видна вон она у нас такая вот в тени вмятинка осталась опять греем вот пытаемся ее вот так дрынь 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 приподнять приподнял вот оно наше место это немножко тут оно все равно быкует у меня такая складочка все равно вот она маленькая вот в этом месте но присутствует такой как бы маленький овражек и на краю его здесь сверху плюсик такой тоже оврага как бы горочка вот я ее сейчас пытаюсь тут это все очень нежно пытаюсь его скажем так вот поддавить и вот он уходит визуально но тем не менее он виден ну и вот так он показывает а так в принципе если глянуть издаля вот она издаля видно ложбиночка такая вот так что выпрямляется выпрямляется но сделать пока что красиво не получается и дабы это место не сжечь не поджечь я как бы его брошу и доделаю традиционным способом вот и все пока что потому что тренировки могут довести до покраски а мне это не подходит автофокус наводить ну вот это местечко у нас уже тут ничего не прыгает я взял свой традиционный инструмент и подвывел вот это дело почему потому что надо все таки заканчивать тренировка это дело хорошее но все таки такие вещи лучше делать на действительно учебно-тренировочных деталях там где если где-то ты припалишь или металл измочалишь такое тоже может быть да и будет наверняка вот а здесь как бы я побаиваюсь поэтому я еще раз повторюсь мне проще было вот немножко тут быкует оно еще но на улице этого уже видно не будет вот поэтому вот пока так вот больше как бы особо нечего тут на этой детали доделывать или делать хот-боксом по пока что как говорится вот так вот кто там может напишет поправит вот что как расскажет поделится если считает нужным вот как бы комменты воспринимаются нормально но нормальные комменты а вот это хамить грубить писать негатив не надо забаню и все даже разговаривать не буду все учатся в том числе и я вот и никто я еще раз повторюсь никто не рождается ни чемпионом ни профессионалом ими становятся долгим упорным трудом вот я хочу чего-то добиться хочу чему-то научиться поэтому я вот ищу для этого возможности стараюсь тренироваться стараюсь сделать как можно аккуратней вот ну и в частности вот такой чудо-юдо рыбакит волшебный аппарат который сам все делает вот дали мне поиграться им вот ну и я решил поиграться ну в разумных пределах поскольку еще раз повторю вот эта деталька у меня она станет на машинку и машинка будет кататься поэтому испортить я ее просто не имею права ну вот вот вкратце так пока всем спасибо пока-пока вот 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 вкратце